Свидетельство Пророка Мири и Мой благословения за сподвижников, демонстрация их достоинств и извлечённые уроки. Хвала Аллаху Господу Миров, который говорит в своей священной книге Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это великое преуспеяние. Суропокаяние, аят 100. Я свидетельствую, что не божество, кроме единого Аллаха, у которого не сотоварища. И свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня. А затем, поистине, Всевышний Аллах выбирает из числа своих рабов тех, кого Он пожелает для своих посланий, согласно их врожденной природе, которая обеспечивает чистоту сердца, светлоту разума, благородность нравов и величие этики. Он также выбирает для своих посланников тех, кто заслуживает их сопровождения, отважно защищает их послания, честно и правдиво помогает передать такие послания и щедро жертвует ради этого дела после их смерти. Всевышний Аллах говорит «Аллаху ястофи минальмаляйкати русулям ва минальнас, инна Аллаха сэммиум басыр». Аллах избирает среди ангелов и людей посланников. Воистину, Аллах слышащий, видящий. Сурахадж, аят 75. Поэтому сподвижники пророка, да благословить его Аллах и приветствуют, обладали лучшими среди людей сердцами и глубочайшими знаниями и наименьшей склонности к жеманству. В этом нет ничего удивительного, поскольку они избраны Богом Всемогущим для сопровождения его пророка, мир ему, благословения Аллаха, установления религии и передачи ее всему человечеству. Разговор о сподвижниках пророка, пророка, мир ему и благословения Аллаха, это разговор об элите людей после пророков и посланников. Ибн Аббас, толкуя этот аят, «Кули الحمد لله والسلام على عباده الذين الصفاء, скажи хвала Аллаху и мир его избранным рабам», сказал «Избранные рабы» — это сподвижники Мухаммада. А также имам Ахмад передал слова Абдуллаха бни Масауда, «Поистине Аллах взглянул на сердца рабов и увидел, что сердце Мухаммада лучше среди них, и он избрал его для себя и отправился своим посланием. Потом он взглянул на остальные сердца рабов и увидел, что сердца сподвижников лучше среди них. Он сделал их помощниками своего пророка, и они сражались за его религию. И то, что мусульмане считают хорошим, является хорошим у Аллаха. И то, что они считают плохим, является плохим у Аллаха. Нет никаких сомнений в том, что кто глубоко размышляет о книге Аллаха Всемогущего, тот хорошо осознает высокое положение сподвижников пророка, мир ему благословение Аллаха, их возвышенный статус и великие достойницы. Ведь они есть такие, которыми Аллах, слава Ему, величие, доволен, и такие истинности, веры которых Аллах крепко утвердил. В этой связи Всевышний Аллах говорит Аллах остался доволен верующим, и когда они присягали тебе под деревом в Худайбе. Он знал, что у них в сердцах, и не спаслал им покой и вознаградил им близкой победой. Сура Победа, аят 18. Толкователи Корана отметили, под высказыванием он знал, что у них в сердцах подразумевается терпеливость, честность, верность, послушание и повиновение, а также хорошее понимание истины, которой им руководил Аллах. Всевышний Аллах похвалили сподвижников и его посланников, мир ему благословение Аллаха, во многих местах его священной книги, в Куча Слидуща Айати. «Которые ответили Аллаху и посланнику после того, как им нанесли ранение, тем из них, которые вершили добро и были богобоязнены, уготована великая награда. Люди сказали им, «Народ собрался против вас, побойтесь же их!» Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали, «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот попечитель и хранитель!» Они вернулись милостью от Аллаха и щедротами, зло не коснулось их, и они последовали задовольствием Аллаха, «Воистину Аллах обладает великой милостью!» Суру Симиста и Мерана «Лилфукарай المهاجерин الذين أخرجوا من دиарهم وأмвалиهم يبتغون فضла من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حساسا ومن يقشحنا فيه فأولئك هم المفلحون А также бедным мухаджерам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества, они стремятся к милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху и Его посланнику. Они являются правдивыми, а те, которые жили в доме, то есть в Медине, и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им припочтении перед собой, даже если они сами нуждаются, а уберегшихся от собственной алчанности являются преуспевшими. Сура собрания, аяты 8-9 Как видно, в Священном Коране есть столько много аятов, которые увековечивают память сподвижников пророка, мир ему и благословения Аллаха, с величайшей похвалой и самым грандиозным уважением. Кроме того, правильные пророческие хадисы свидетельствуют об их статусе у посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, разъясняют их жертвы и демонстрируют искренность их воли, ибо они есть такие, которые уверовали в Него, стали почитать Его, оказывали Ему поддержку, последовали за неспосланием вместе с Ним светом и любили Его больше себя, родных и всех людей. Вот почему пророк, мир ему и благословения Аллах, Аллаха дал им высшие награды и увенчал их высочайшими почестями, когда свидетельствовал за них во многих великих ситуациях. Он, да благословить его Аллах и приветствовать, сказал, лучшими людьми являются мои современники, после них следующие за ними, после них следующие за ними. Согласованный хадис. Пророк, мир ему и благословения Аллаха, еще сказал, «Звезды – гарантия для неба. Когда звезды уйдут, то случится с небом обещанное, то есть наступит день суда. Я являюсь гарантом для моих сподвижников, то есть нет смуты, нет смуты и разногласия среди них, но когда я уйду, то придет на них то, что обещано им, то есть лицемеры, которые выявятся, некоторые отступят от двери и так далее. А сподвижники – гарантия для общения, и когда они уйдут, то община принесет то, что обещано, то есть нововидение, убийство и так далее». Пророк также поведал, «Вы будете находиться в благе, пока среди вас те, кто видел меня и сопровождал меня. Клянусь Аллахом, не перестанете находиться в благе, пока среди вас те, кто видел меня и сопровождал меня. Они заслужили такого высокого положения только благодаря почести и сопровождению пророка Мухаммада, мир ему и благословению Аллаха. Пророк, да благословите его Аллах и приветствует, выделил некоторых из подвижников, похваляя и демонстрируя их приоритет и заслуги, особенно первых из них. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Самым милосердным в моей умне по отношению к ней является Абубак. Самый строгий из них в религии – Умар. Самый стыдливый – Усмэн. Лучшим судьей является Али ибн Абитальб. Лучшим чтецом книги Аллаха является Убай ибн Ка. Лучший всех запретный и дозволенный знает Муады ибн Джаббаль. Лучший всех в вопросе наследия знает Зайду ибн Саббит. У каждой общины был свой Амин, то есть доверенный человек, а Амином этой общины является Абу Убайда Таамир ибн Джаррах. Кроме того, однажды пророк, да благословите его Аллах и приветствует, поднялся на Ухуд вместе с Абубакром, Умаром и Усмэном, да будет доволен ими всеми Аллах, и гора под ними затряслась. Пророк, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Не двигайся, Ухуд, ибо стоят на тебе пророк, правдивейший и два шахида». А с целью показав положение Абу Бакра и Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, пророк, да благословите его Аллах, приветствует, поведал, «Поистине обитатели высоких степеней видятся тем, кто находится ниже них. Как вам видится звезда, восходящая на горизонты, среди них будет Абу Бакр и Умар, и они будут блаженствовать». Пророк, да благословите его Аллах, и приветствует всегда, стремится показать положение своих сподвижников и демонстрировать их честь и достоинство, чтобы ободрить их и призвать их стать для других членов общины образцом для подражания. Ведь он, мир ему и благословение Аллаха, говорит про Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, «Не делайте мне больно в отношении моего сподвижника, ибо когда Всевышний Аллах отправил меня с верным руководством и истинной религией, вы говорили тильжец, а Абу Бакр сказал, «Ты правдив». А если бы Всевышний Аллах не назвали его сподвижником, то я бы выбрал его в качестве ближайшего друга, однако достойнее этого братства ради Аллаха. Умер ему благословение Аллаха, также говори про Умара, да будет доволен им Аллах. Аллах сделал так, что на устах и в сердце Умара истина. Умер ему благословение Аллаха, также говори про Утмана, да будет доволен им Аллах, как же мне не устыдиться того, которого стесняются даже Англии. Пророк, мир ему благословение Аллаха, также сказал про Аллей, да будет доволен им Аллах, ты от меня, а я от тебя. Поистине, кто расследует хадисы пророка, мир ему благословение Аллаха про сподвижников и рассматривает его свидетельства за них, тот понимает, что он, да благословить его Аллах, приветствует, показал лучший пример верности, искренней любви и хорошего обращения со своими сподвижниками, таким образом, чего нет во всей истории. Ведь пророк, мир ему благословение Аллаха, участвовал, чувствовал их боли, жалел их, осматривал отсутствующих из них, навыщал болных, принимал участие в похоронных процессиях, отвечал на их призывы, советовался с ними, преклонял пред ними крыло смирения, избавлял их от долгов и молился Аллаху за них и их детей. Айша да будет довольнее Аллах передает, я видела, как посланника Аллаха, имя ему благословение Аллаха, подселывал покойного, Усмана бни Мадхуна, и при этом слезы текли из его глаз. Политого, передается, что во время одного из военных походов, с участием пророка, да благословить его Аллах, приветствует, Аллах даровал мусульманам добычу без боя. И пророк, да благословить его Аллах, приветствует, спросил своих сподвижников, не отсутствует ли кто-нибудь из вас? Ему сказали, да такой-то, такой-то, такой-то. После этого он спросил, не отсутствует ли кто-нибудь из вас? Ему сказали, да такой-то, такой-то и такой-то. После этого он снова спросил, не отсутствует ли кто-нибудь из вас? И ему сказали нет. Тогда пророк да благословите его Аллах и приветствует сказал, а я вижу, что не хватает Джулайбиба. Так, поищите же его. Джулайбиба стали искать среди павших и нашли рядом семью врагами, которых он убил, после чего другие убили его. Узнав об этом, пророк да благословите его Аллах и приветствует подошел к телу Джулайбиба, остановился около него и сказал, что он убил Семериха, а потом убили его самого. И этот человек подобен мне, а я ему. Этот человек подобен мне, а я ему. Потом мы взяли его на руки, и никто не помогал пророку да благословите его Аллах и приветствует нести его. А потом для Джулайбиба вырыли могилу и положили его туда. Пророк, мир ему, благословение Аллаха, также сказал, я ближе к каждому верующему, чем его собственная душа. И если кто-нибудь оставит после себя какое-нибудь имущество, то оно достанется его семье. Тот же, кто оставит после себя долг или неимущих близких, то это мне, и я должен буду заботиться об этом. Вот что я хотел бы сказать. Я прощу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Вала Аллаху Господу миров, мир и благословение Господням всех людей, пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам, и всем, кто поседовал за ним вплоть до Судного дня. О, мои братья в исламе! Пророк, мир ему, благословение Аллаха, порекомендовал всей общине хорошо обходиться со всеми своими сподвижниками, предостерегал от оскорбления их или ущемления их прав и утвердил, что любовь к ним является доказательством любви к нему, мир ему, благословение Аллаха, а неновости к ним являются доказательством неновости к нему, мир ему, благословение Аллаха. В связи с этим, пророк, да благословите его Аллах и приветствует, говорит, бойтесь Аллаха, бойтесь Аллаха в отношении моих сподвижников, не делайте их мещению после моей смерти, то есть не упрекайте их и не унижайте, не вредите им и тому подобное. Тот, кто полубил их, полубил ради любви ко мне, а кто ненавидит их, ненавидит из-за ненависти ко мне. Кто навредит им, навредил мне, а навредивший мне, навредил Аллаху, свят он и велик. А того, кто навредит Аллаху, очень скоро постенет наказание. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует еще, сказал, не поносите моих сподвижников, ибо клянусь тем, в чьей глани душа моя, даже если любой из вас потратит столько золота, сколько висит гора Охуд, это не сравнится ни с муддом, ни с половиной мудда одного из них, то есть того, что отдал один из сподвижников. Пророк мир ему благословение Аллаха также сказал, «Поистине, Всевышний, Аллах отобрал меня и выбрал для меня сподвижников, которые стали моими помощниками, сторонниками и родственниками. Так, кто будет оскорблять их, тот будет проклят Аллахом, ангелами и всеми людьми. А в день воскресенья Аллах не примет от него ни покаяния, ни искупления». Кто глубоко рассматривает биографию сподвижников посланника Аллаха, мир ему благословение Аллаха, осознает, что они достигли этой высокой степени и высокого положения только благодаря своей преданности Аллаху всемогущему и искренней любви к его посланнику да благословит его Аллах и приветствует джихаду со своей душой, защитой и борьбой за истину, предпочтению интересов общества личным интересам и хорошей морали и красивому обращению со всеми людьми. Вот почему они достойны похвали Аллаха всемогущего и заслужили любви и доверия пророка да благословит его Аллах и приветствует. Да будет блажен тот, кто сказал, а не элита народов, так что учти их преимущества и крепко держись у счастливости их руководства. Поколение сподвижников, да будет довольным Аллах, первым изменило отцу жизни, развияло отму ложности, несправедливости и угнетенности, что заполнило земной шар до миссии пророка, мир ему благословение Аллаха. Оно превратило все это с помощью света божественного откровения в истинность, справедливость и равенство. Таким образом, любовь к сподвижникам стала сунной, молба за них приближением к Аллаху, следованием их примеру, средством стремления ко Всевишнему Аллаху и учет их поучительных историй достойностям. Всевишнему Аллаху писавший мухаджер в Ансаров сказал, «А те, которые пришли после них, говорят, Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас, не насаждая в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш, воистину, ты сострадательный и милосердный». Сурасобрание, аят 10. Имам Аразида, помилюйте его, Аллах сказал, «Тем, которые пришли после мухаджеров и ансаров, следует вспоминать о них, молясь Аллаху за них и просять для них милости». Между тем, мы подчеркиваем, что речь о положении сподвижников посланника Аллаха, мир ему благословение и демонстрации их достойностей усиливает роль хорошего премьера, который незаменим для наших детворей и молодежи. Это потому, что воспитание на основании примеров оказывает глубокое влияние на укрепление системы благородных ценностей, высоких моральных качеств и позитивного поведения в обществе в целом и особенно для молодежи. Наши молодые люди должны придерживаться умеренного среднего мышления, основанного на правильном понимании ислама с подвижником и посланника Аллаха и обладать отличным характером, чтобы они были способными довести послание, выполнять долги, управлять спасательной шлюпкой с целью спасти общину от смятения и растерянности и привести ее на путь просветания, безопасности, счастья, стабильности и прогресса. Как же хорошо будет, если мы осознаем достойность и преимущества сподвижников посланника Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, руководствуемся их этикой и следуем за ними. Кроме того, их жизнеописание должно вдохновлять нас на самоотверженность, самосожжение и пожертвование душой, имуществом и детьми. Как же замечательно будет, если мы идем по их пути к восстановлению этой вселенной и созданию цивилизации и приносим пользу странам и народам таким образом, что показывает истинность и терпимость ислама. Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас, не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто веровал. Господь наш, воистину ты сострадательный, милосердный.